Погнали дальше. Вообще непонятно, где эти сокровища могут быть. Погуть съезжу на посильную точку пока. Может какие грибы там будут, это очень веселая. Четыреста метров, ну ничего, в Ирландии неплохо, леса, сырорейшки. Интересно, кто фармит вот эту руду, которая так стоит камнями? Это же такая скукотища. Сука, кайрон. Понятно. Пищелетного не скандал, но помню, были такие, которые сложили. Было вообще хер сложно же. Взаимодействовать. Надеюсь, не сложно. Кладите камни друг на друга, все ясно? Так. Какой он там? По-любому вот так. Вот зараза. Что-то, блин... Или этот хреновый камень? Да, это все из-за этого камня. Надо ровной стороной положить. Хотя... Ну, он какой... Не очень. Ой, намучился я в свое время с этими камнями. Вот. Все понятно, блин. Вот как? Как эта херня стоит? Вот как? Вот. Короче, вот эту парашу пока не надо ложить. Надо вот эту положить. Достань. Еще он, блядь, наверх поднимается постоянно. Как-то его надо ровно положить. Потом на него вот этот камень, короче. Потом, короче, вот этот. Вот. И теперь... А, все? Да и пошли вы нафиг. Куда еще? Давай, подтверждаем. Что там как? А это пускай валяется. Ненужный камень. Лишний. Хорош. Очко навыков. Неплохо. Фух. Я думал, сложнее будет. Так, тут ми-пс. Ми-ми-де. Короче, надо к товарищу идти уже. Где он там на холме-то? А. Греб. Стофу. Что за фигня? этим конечно отличается режим полноэкранной записи от режима записи из окна игры осмотрись вокруг еще смотрится вон он здесь барит ты на сторожа король всегда должен быть на сторожа когда я сердит или огорчен всегда прихожу навестить дух отца а я даже не спросил о нем как ты знал что он да он умер давно принял смерть в битве как и было суждено теперь он в чертогах одина моя семья в долгу перед тобой то зимой когда твоя семья жила у нас я помню как ты родился вопил как воин в бою в тот год был мор и никто не давал нам приюта кроме твоих родителей я обязанным жизнью и какая тогда была жизнь помню как мы с тобой улизнули на охоту посреди ночи звезды лунный свет на снегу и с тех пор я ношу этот шрам сочувствую откуда тот что у тебя на щеке этот знак богов что не стоит быть тщеславным ладно на все наши байки и недели не хватит ты что-то заметил наверное показалось но лучше нам вернуться странно порой от шороха волосы встают клянусь мьяль не ромбарит я просплю неделю и догнали я смутно помню что однажды поймал по ходу нападет это херня попозже по ходу нападет это херня попозже и что это за сброд а 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 и а а а а а и а а кто это был а как хорошо об этом ты мне не рассказал мелкие хлопоты теперь ясно от чего ты хмур весь вечер да скверное дело раньше он не был так смел он считает что ты отнял у него корону возможно но не похоже чтобы он хотел прожить он со своей шайкой просто грабит людей довозит тайком товары для викинга это почти шалости но флан вряд ли взглянет на это так и пока ничего не понятно я думал монстр будет попадать на улице вышли что вам известно я не из тех кто рано покидает пир в чем дело нас подстерегли люди торста и на о которой мне не сказали ни слова не диво что король флан недоволен варит в твоем же городе викинги не слушаются тебя торста и не выставляет меня еще большим глупцом в глазах флана ясно не милость верховного короля вот что важнее всего брат я улажу дело с торстейном нет не хочу втягивать тебя в этот позор может если дать ему серебро он уймется на неделю или две а потом возьмется за старое я покончу с ним раз и навсегда эйвор это не твоя битва ради всех твоих богов барит пусть эйвор поможет тебе с этой минуты барит мой клинок твой я сделаю все что нужно чтобы вернуть тебе милость флана эйвор я никогда не был так рад твоя семья спасла нас много лет назад помочь тебе удержать власть лишь отдать долг я начну с торста и на быть может шихфрих что-нибудь знает он прежде знался с людьми торста и на увы да завтра ты найдешь его на рынке после ночи в излиянии он часто ходит туда поутру значит поутру и начнем ковать узы дружбы с верховным королем пока что про друидов ничего не слышно все какие-то короли бандиты борец сказал шихфрих где-то на рынке надо расспросить мальчишку о торста и не мастерская татуировщика а мне-то это нахрена на что-то повлияет как будто это на что-то повлияет как будто это на что-то повлияет И так каждый раз. Здравствуй, Шихфрих. Эй, да еще была ночка. Я выпил слишком много, нутро крутит. Нет слов. С нутром помочь не могу. А ты расскажешь мне все, что знаешь о Торстейне? Отец сказал тебе и об этом. Торстейн настоящий викинг. Как ты, только шумнее. Он не взял тебя в свою шейку? Мол, я молот и неуклюж. Ама даже не показала мне их убежище. А что ты знаешь об этой Аме? Она сосет Эль, как котята молоко. Вечно набирается где-нибудь в гавани и пристает к прохожим. Я поговорю с ней. Может, Торстейн пожалеет, что не взял тебя к себе? Имей в виду, только дурак будет злить Аму. Она безжалостна в драке. О, нам-то какая разница. Что ты видишь, Сюнин? А это что? На, это тебе дом наш. Кто-то очень любит Эль. Наверное, это Ама. Бухать. Что-то не очень охота. Да? Давай, пока. Хочется хориться. Что ты пьешь, подруга? Лучший Эль в городе. Я вообще люблю все лучшее. А ты что здесь ищешь, дорогуша? Добрый Эль и добрую беседу. Значит, ты пришел куда надо. Здесь отличный Эль, а беседы еще лучше. Сперва Эль, потом беседы, а потом... Кто знает. Ху-ху, поглядим. Только не махали. Ноги пролелась. Зараза. Да чтоб тебя. Только в бочку, не блюй, ладно? Да блядь. Ну, пиздец. Давай, чутка, чутка. Вот. Блядь, как неудобно. Это все, что ты можешь? У-у-у, а ты не так прост. Ты притягательна. Скажи, чем ты занимаешься? Знаешь, кто такой Торстейн? Я в числе его ближайших друзей. Слышал о нем. Его доверие достойно уважения. Он мне как брат. Не слишком умный брат. Доверил мне ключи от своего тайного логова. У него есть логово? Вот бы мне поглядеть. В гавани Дубгаль? Прости, Торстейн на меня обидится. Не хочешь разделить со мной трапезу? Я бы разделил с тобой кое-что еще. Не терпится узнать, что же. Но погоди-ка, мне нехорошо. Мне лучше чуть-чуть пройтись. Если меня узнают, будет нужно забрать у нее ключ. Если не злить ее, обойдется без драки. Э, ну ты идти-то будешь? КОНЕЦ Нет, сдохни! А, доверчивая труба. Ключ у меня. Теперь найдем логово, Торстейн. КОНЕЦ вот так вот так куда расправь крылья сёнин а я тут уже все защищал это то самое логово что уж теперь берегись торста и на этот строитель спокойно пошел с и а и и и Продолжение следует... 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 куда-то туда далеко там солдаты по имя асгар да что стряслось сейчас твоя голова стрясется погнали дальше а а Та-та! Так, вон в тот дом. Словили негодяя, короче. Я не знаю, чем он мешал, конечно, и непонятно, за кого надо, за Норвегию или за этих товарищей, которые в детстве там его приютили. Наверное, за них надо. Ко сюжету. Это жалкое отребье ждет твоего суда, король Баррит. Ну, здравствуй, Торстейн. Задумал схватить меня и моего брата? Ты же знаешь, Баррит. Войну нужно серебро, а за короля можно просить королевский выкуп. Хотя не знаю, есть ли у Дублина чем платить. Прикажи, Баррит, я отрежу его дерзкий язык. Встань, Торстейн. Не марай кровью мой пол. Это непростое решение. Я хочу услышать совет друга. Эйвор, что мне делать с этим негодяем? Казнить или страшная смерть или жестокий урок ему и всем дублинцам. Сурово, но без жестокости. Урок. Ну, это, короче, не убивать, типа. Блядь, а хрен его знает, что делать-то? Ну, урок. Народ обожает зрелище. Пусть этого мерзавца пытают. И впредь никто не посмеет тебе перечить. Славно сказано. Я не хочу начинать кровную месть, Торстейн. Ты не стоишь такой вражды. Твои земли и серебро получат Дублин. Отныне ты изгнан. Покинь город до заката. На колени и благодари. Будь счастлив, король. Есть места получше Дублина. Отец, жалость это слабость. Дай только врагу веревку, и он охотно повесит тебя на ней. Тихо. Флан Синна скоро будет править Ирландией. В его власти лишить короны и меня, и моего сына. Он глава всему. Но Флан не доверяет мне. И не верит, что я христианин. Выказав милосердие, я докажу ему, что искренен. И прозорливее, чем я думал, брат. Возможно, жалость к Торстейну и стоит королевства. Но хватит ли ее? Вот зачем мне нужна торговля. Флан увидит, что богатые гавани Дублина – сила Ирландии. Докажи ему это, брат. Нужно добыть для него редкий дар. Пряности, самоцвет или оружие. И преподнести на коронации. В знак мощи Дублина. И тогда он поддержит меня. Флан прослышит, что ты был милостив. Азар поможет мне отыскать подарок. Найди меня перед коронацией. Отправимся вместе. О, опять какая-то херня. О, опять какая-то херня. Ну-ка, Эл. Услуги, рынок, Ирландия. Артефакты даже какие-то есть. Королевские поручения. Задание – месть. Испытание – мастера. Охренеть, что добавилось тут? Ну-ка, погоди-ка. Так. Атмос. Нет, подожди, нет. Перемещаться тебе не надо. А, легендарный зверь. Аномалия. Это все мы проходили. Так, получается еще месть. Отсюда можно скитать. И тут говорили, острова какие-то есть. И вон там амбасты. Так, состояние еще здесь. Ну, вот это аббатство точно надо расхерачить. Кстати, наверху у нас сокровище какое-то лежит. Ждет, когда соберут. Сюда, куда-то. Надежда. Что за херня? Какой-то уникальный вид ресурсов, видать. Пойдем посмотрим месть. Пойдем посмотрим месть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бдительная тут стража. Так, ну и чё? Кто это вообще? Так, ждёт это помещение. А, вот здесь. Давай. Я отомстил за тебя, друг. Ну неплохо, так-то опыт отдают за отмщение вот это. Так, ну что это белая херня. Получается, в какой стороне? А, это вот здесь. Всё, надо сюда идти. Посмотрите, чувак. Тихо. 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 все артефакты в дубле не все а это что такое мой рядах маг эогайн король айлеха 465 489 сын эоганна маг нейла умер во сне круто тут пошарится что-ли ну-ка сейчас корабль вызовем пошаримся так же драккар ну какой драккар неплохой поднимай парус набег надо короче устроить есть ли вообще на возможность набег устраивать вот вроде есть золотая у нас а а а а а а а а а Вперёд, волки! Ограбим их бога! Как мне это надоело! Как мне это надоело! Что это у нас тут? Гори в аду! Делай, как я! Ты запланишь! Я вместе! Вой! Выжили! Мчили, Глип! Мчили, Глип! Продолжение следует... 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 итак теперь куда сгонять теперь можно сюда в принципе что у нас тут осталось одна тайна это вот этот пьедестал а я сточу это за херня где и брать и торговый пост и восстановление ну видать он еще не появился заброшен написано и быстрее перемещение доступно значит надо сначала это задание делать так чего там личный набег гирландия остановление а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, Ворф, добро пожаловать. У меня к тебе просьба. Приятно помочь другу. Что я могу для тебя сделать? Барит хочет доказать Флану ценность торговых связей Дублина. Нам нужен дар из далеких земель. Меня мучает тот же вопрос. Видишь ли, мне удалось купить участок земли в Раандуине. Прежде им владел Торстейн. Но тот край разорен. Через него возят товары беспошлин. Если это пресечь, мы добьемся того, чего хотим. Я хочу раздобыть редкий дар. Например... Один торговец с пряностями мечтает купить меха. В Раандуине их много. Славная сделка. Пряности королевский дар. Спасибо, Азар. Не за что. Ты ведь избавишь меня от тайных торговцев. Поспеши на север. Раандуинг с северного Дублина. Мне нужно туда. Погнали, погнали. Вот это ваш Раандуинг. Раандуинг. Девушки отдыхают. Быстрое перемещение, новые точки. Не стоит привлекать внимания. Тайные торговцы. От них надо избавиться. Отлети, Сюнин. Так, кусты есть. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Неплохо. Эй, что такое? Давай, иди уже, ну. Дубина. Стань моими глазами, Сюнин. Так, опал, руда. А вон там чё. Опал, это хорошо, конечно. Так, чё это? Стоимость здания на этом торговом посту хранились и отсюда отправлялись по назначению меха и окрашенные ткани. Которые поступали от лучших ловчих и ткачей. Если заплатить, залатать дыры в стенах и провести ещё кое-какие работы, о наших мехах и тканях вновь узнают весь мир. А, это грамота, это говорили, что? Ты, Эйвор? Я здесь, сейчас. Смотрищик. Ты знаешь, зачем я здесь? Да. Азар говорит, тебе нужны меха, чтобы обменять на ценный дар. Да, чтобы Флан знал, как широки связи Баррида. Мы добудем тебе меха. Я могу помочь. Если ты добудешь припасы, мы сможем построить тут торговый пост. Я добыл припасы для торгового поста. А, я гляжу, ты времени даром не теряешь. Да, это то, что нам нужно. И чё? Сколько там припасов-то надо? Сотка, а у меня 280. Хранилище. Место, где можно сортировать и хранить товары. После постройки увеличит вместительность вашего сундука в Дублине. Чё это значит? Давай. Прекрасно. Мы отошлём меха в Дублин. Азар поможет тебе найти ещё посты. До встречи, друг. Улучшение торговых постов. Если вы уже восстановили торговый пост, начните повышать его эффективность, возводя новые постройки. А чё тут ещё? Можно что-то возводить. Ну-ка. О, вот ещё что-то есть. Привет, зараза. Дом для работников. В доме для работников могут обнакнуть и возвращаясь в собственное жилище. Если оно у них есть. Так, после постройки будут увеличивать производство товаров. А, у меня нету столько. Зараза, что? Склад припасов. Пополнить запас стрелка, а также получить провизию, которая останавливает силу. Вот это нормальная тема. Продолжение следует...